В этом выпуске я и мои коллеги расскажем, как изменится железнодорожный вокзал после реконструкции и сохранит ли социальную направленность бюджет области в 2023 году. Все подробности прямо сейчас. Во Владимире сегодня эвакуировали сотрудников областной администрации. Сообщение о заминировании здания поступило в районе 10 часов утра. Людям сообщили, что тревога не учебная. Присутствующих попросили отойти на безопасное расстояние. В Белый дом оперативно прибыли сотрудники МЧС. Сообщение о заминировании также поступили в Октябрьский районный суд и в МФЦ. Их сотрудникам также пришлось покинуть здание. Во Владимире продолжается работа по разработке плана реконструкции железнодорожного вокзала. Губернатор Александр Авдеев провел рабочую встречу с представителями Горьковской железной дороги, проектировщиками и экспертами. Перед специалистами стоит задача учесть все мнения при подготовке проекта и сделать вокзал более доступным и комфортным для туристов и местных жителей. Подробности далее. Здание главного областного вокзала во Владимире было построено в 75-м году прошлого века. Тогда разработкой проекта занимались четыре архитектора. У вокзала свой уникальный стиль задачи региональных властей сохранить здание практически в первозданном виде. Тот элемент фасада, который у меня за спиной, цвет будет изменен, то есть он будет максимально приближен к известняку, который применялся изначально. Он будет более надежный, более долговечный, потому что известняки разрушаются, темнеют и так далее. По проекту новая привокзальная площадь станет более функциональной, при этом приобретет современный ухоженный вид. Кроме парковки на ней появятся удобные для пассажиров крытые посадочные павильоны. На площади хотят посадить деревья и разбить клумбы. Здесь мы сделаем парк, даже если. Ну, будет так. Они будут смотреть на работу. Первое, что будут видеть, это красивый интерьер нового вокзала, на самом деле. Ну, вокзал это... Далее это будет выход. Мы, естественно, на путях выхода основных отстраиваем нормальные проходы, свободные. То есть это не будет одна маленькая калиточка, через которую пойдет там несколько сотен человек. Важен и внешний вид вокзала, и чтобы им могли пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому особое внимание при разработке проекта уделяют маломобильным гражданам. Гостеприимство и забота о людях – главное, от чего нужно отталкиваться, считает глава региона. Когда будет удобно использовать кассовую зону, зону ожидания и для железной дороги, и для тех, кто перемещается дальше на автобус. И вот вопрос парковки перед вокзалом, благоустройства территории, логистики внутренней, перемещения с железной дороги на автобус, подвоз пассажиров. В новой концепции здание автовокзала потерять свое назначение зал ожидания будет на железнодорожном вокзале. Это позволит людям покупать сквозные билеты. Что будет в здании автовокзала, обсуждается уже сейчас, заверил глава региона. Александр Авдеев добавил, в декабре специалисты РЖД должны окончательно завершить работу над проектом после госэкспертиза. А уже весной следующего года специалисты приступят к реконструкции. Игорь Липский и Анна Коновальчикова. Губернатор Александр Авдеев посетил Гусь-Хрустальный район. Глава региона ознакомился с работой Федерального центра космической связи. Его специалисты уже 55 лет обеспечивают бесперебойную работу эфирного и спутникового телевидения. Владимирская станция – это самый старший из пяти телепортов федерального предприятия «Космическая связь». 21-я параболическая антенна обеспечивает передачу телесигнала до Урала, Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Также это еще и широкополосный интернет в отдаленных регионах страны и мобильная связь на морских судах. Владимирские антенны в случае неисправности всегда готовы передать сигнал в других филиалах космического центра. Губернатору Александру Авдееву рассказали, среди перспективных направлений развития – работа над совмещением мобильной и спутниковой связи. В будущем это должно значительно расширить возможности пользователей смартфонов. Экономика Владимирской области практически без потерь переживает санкции, введенные против России. Только объем инвестиций превысил все прежние показатели и достиг 160%. Часть суммы съест инфляция. Но регион все равно останется в плюсе. Об этом сегодня сообщил в Рио первого вице-губернатора Александр Ремига. Многие продолжают вкладывать, продолжают занимать ниши. Могу сказать, что очень хорошими мы обладаем несколькими примерами. Когда у нас компании довольно-таки устойчивые в своих отраслях. После того, как западные компании начали уходить с нашего рынка, наши компании, в том числе с нашего региона, начинают занимать эти ниши. Поддерживает регион развитие экспорта и импорта предприниматель. Навладили контакт с поставщиками из восточных стран. Одна из владимирских компаний доставляет современные инструменты для промышленных предприятий по всей России. Качественную оснастку привозят из Китая. Еще часть комплектующих параллельным импортом из Европы. Наша молодая компания развивается в условиях меняющейся экономической и геополитической ситуации. И на фоне негативных последствий возникают новые возможности, которые мы, естественно, стремимся использовать. Для того, чтобы помочь предприятиям города Владимира и области адаптироваться к новым условиям. Наша задача – это обеспечение предприятия машиностроительной отрасли металловирующим инструментом и оснасткой. В Белом доме считают, что поддержкой для бизнеса станет и Владимирский инвестиционный конгресс. Он будет проходить в Суздале с 1 по 3 декабря. Впервые на форуме организуют выставку-презентацию. Свою продукцию представят десятки компаний региона. Ключевая задача, чтобы наши компании по конкретным вопросам, по тематикам находили точки соприкосновения, общались. Плюс мы, конечно же, приглашаем представителей других регионов. И межрегиональная кооперация, она тоже важна. Продолжаем выпуск. Бюджет Владимирской области на следующий год прошел публичное слушание. Процедура обязательная. До принятия главного финансового документа еще есть время, и общественность может вносить коррективы и предложения. Доходная часть бюджета почти 85 миллиардов, расходная чуть больше 92. Несмотря на дефицит 7,5 миллиардов, бюджет сохранит социальную направленность. Львиная доля средств пойдет на поддержку населения, образования и здравоохранения. Одновременно следует контролировать рост расходов. Это позволит сохранить сбалансирование бюджета и избежать повышенной инфляции. Для этого каждый рубль бюджета должен расходоваться максимально эффективно. Стимулировать деловую активность с одной стороны и помогать наиболее уязвимым слоям населения с другой. Особое внимание в последний год уделяется ремонту дорог. На слушаниях отметили, результат есть. Снизилась смертность. На встрече прозвучали и рекомендации. Свои предложения подготовили представители прокуратуры и депутаты областного парламента. Рассмотреть возможность увеличения финансирования на реализацию государственной программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Владимирской области. И кроме того, рассмотреть возможность увеличения финансирования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С учетом изменения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра в общей площади жилого помещения во Владимирской области. В медучреждения Владимирской области начали поступать новые препараты от ковида. Это назальный вариант вакцины «Спутник». Одними из первых ампулы получила поликлиника номер 2. Подробности расскажут мои коллеги. Набирается также одна доза первого компонента, доза 0,5. Иголочка снимается, надеваем насадку и вводим в один носовой ход. Также приглашаем на второй компонент через 21 день. Медики говорят, новая вакцина – это уже привычный двухкомпонентный «Спутник Ви». Разница лишь в способе введения. Препарат формирует барьер на пути коронавируса. Вакцина не дает ему проникнуть в организм через слизистую оболочку носа. Переносится в целом очень хорошо. Бывает иногда вместо укола болезненным бывает. Иногда покраснение чуть-чуть бывает. У молодых людей иногда может температура подняться 37,5-37,6. Но это, как правило, бывает однократно. Медики говорят, пациенты могут защитить себя не только от заболевания ковидом. Новая назальная вакцина не конфликтует с другими прививками. Поэтому жители областной столицы при желании могут защитить себя сразу от нескольких вирусов. Сейчас есть распоряжение Министерства здравоохранения, которое разрешает проведение прививки от гриппа и пневмокока одноразово. В разные места делается прививка. И также разрешается проведение прививки от ковида вместе с прививкой от гриппа. В поликлинике номер 2 около тысячи одноразовых насадок перед медкабинетом. Очереди пока нет. В учреждении говорят, пациенты еще не знают, что вакцинироваться теперь можно без укола. Когда мы получили насадки эти для назального введения спутника ВИ, получили инструкцию по ней со всеми медицинскими сестрами, которые задействованы в проведении прививок, была проведена учеба помощниками эпидемиолога нашего учреждения. За сутки до вакцинации врачи советуют отказаться от интенсивных занятий спортом, а за час до процедуры не курить. В течение двух часов после прививки нужно постараться не чихать, чтобы препарат остался на слизистой носа. После процедуры не нужно принимать горячую ванну и на три дня воздержаться от алкоголя. Ирина Начарова, Марина Елькина и Андрей Беляков. И к другим темам участники программы начальной военной подготовки РОКО отправили учения в полевых условиях. Как отмечают организаторы проекта, за полмесяца мужчины сделали значительный рывок вперед. Ждем на позиции, скоро к нам придут. Встречать их будем с напарником Каштаном и минометом. Полосу препятствий прошли 25 человек. Ситуацию контролировали 11 инструкторов. Они были рядом и комментировали, как именно необходимо поступать в каждом случае. Перекресток отрабатывали. Смотри, они на нашу посадку перебегают. Смотри, гресток отработает. Канали. Выстрел! Участники курсов отработали самопомощь, эвакуацию, передвижение подразделений, а также разминирование территории. На учениях использовали квадрокоптеры. В распоряжении участников проекта уже три расчета беспилотников. Всегда у нас разные, получается, инструкторы, но мы хотим прийти, стараемся прийти к единой методике, чтобы курс был более емким, было меньше воды и было больше практических знаний, которые сейчас пригодятся. Вот та же топография очень сильно хороша с квадрокоптерами. Расчет БПЛА. Мы уже можем предоставлять такой курс. Это определение координат, передача координат. В Коврове открыли движение автобусов по правой части Павловского моста, левую закрыли на ремонт. Но пешеходам разрешили ходить по этой стороне. По путепроводу могут ездить легковые машины и маршрутные автобусы. Вопрос с проездом троллейбусов сейчас прорабатывается. Чтобы возобновить их движение, необходимо установить опоры. А сделать это специалисты смогут после того, как временную газовую трубу заменят на постоянную. Проезд грузового транспорта по Павловскому мосту запрещен. По контракту работы должны завершить 30 ноября 2023 года. Стоимость проекта почти 297 миллионов рублей. Во Владимире прошел открытый фестиваль-конкурс в ритме танца. Во Дворце детско-юношеского творчества он собрал свыше 200 участников. Члены жюри оценивали выступления участников по нескольким критериям. Учитывалась оригинальность общего стиля, исполнительское мастерство, синхронность движений, а также артистизм. Тема фестиваля в этом году – танцы народов России. Задача конкурсантов была эмоционально зарядить зрителей своим выступлением. Очень уоценивается естественная эмоциональность, поскольку эмоции – это одно из самых главных критериев. Можно танцевать энергично, можно. Можно таким образом поднимать энергетику тех, для кого мы танцуем. Но если эмоции ничего не выражают, то, к сожалению, техника начинает проигрывать. Фестиваль «Конкурс в ритме танца» прошел при финансовой поддержке администрации региона и фонда президентских грантов. Цель проекта – выявление талантливых коллективов и популяризация здорового образа жизни. А для конкурсантов это очередной вызов доказать, что их команда самая лучшая. Танцевальная студия «Магия танца». Занимаемся мы 5-6-7 лет, смотря кто. И танец у нас разный бывает. От народных до классики, до современных. То есть мы танцуем все. Нас развивают по полной программе. На этом у меня все. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная тема, звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Не пропустите итоговый выпуск новостей, который выйдет в эфир ровно в 19.00.